Сотрудники следственного комитета и полицейские раскрыли убийство 37-летнего хабаровчанина, тело которого было найдено в запертом мебельном цехе по улице Карла Маркса. Мужчина был застрелен. Произошло это 10 февраля, но вскрылось преступление несколькими днями позже. В полицию обратилась мать хабаровчанина, с которой он проживал на больничной улице. Пенсионерка подала сына в розыск, сказав, что утром он, как обычно, уехал на работу и пропал. Все следы вели в мебельный цех, где работал горожанин. Рядом с ним нашли автомобиль исчезнувшего хабаровчанина. Его знакомые вели собственные поиски и уговорили арендатора смежного помещения помочь им попасть в запертую мастерскую. При первом осмотре труп не нашли, поскольку убийца его спрятал, забросав тряпками и вещами. Жертва была убита двумя выстрелами в грудь. Следствию удалось не только напасть на след 34-летнего подозреваемого, но и отыскать оружие, из которого был убит человек. По версии следствия, 10 февраля 2022 года в дневное время в ходе конфликта обвиняемый выстрелил в своего знакомого из имеющегося при нем гладкоствольного оружия, после чего скрылся. Мужчина от полученного ранения погиб на месте. По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По имеющимся данным, подозреваемый признался в преступлении. Мужчина указал место, в котором избавился от ключей зажигания машины потерпевшего и выдал охотничье ружье. Его он прятал у себя во дворе частного дома на улице Красный Яр. Так, гладкоствольным оружием мужчина владел на законных основаниях и привез его ранее в цех для мелкого ремонта. Оказалось, что это был конфликт между начальником и подчиненным. Нынешний подозреваемый работал сборщиком мебели в цехе, потерпевший был для него шефом. Накануне ссоры он доделывал срочный заказ, а приехавший утром начальник остался недоволен качеством готового продукта. По словам задержанного, руководитель был импульсивным человеком и не выбирал выражений, а иной раз, доказывая свою позицию, даже применял физическую силу. Не стерпев такого отношения, обиженный рабочий расстрелял начальника. В убийстве его подозревали с самого начала, однако фигурант отрицал вину и признался в преступлении, лишь когда следствие добыло улики, изобличающие его причастность к расстрелу в цехе. Задержанный судим за поджог чужого имущества в 2004 году и на момент убийства являлся подозреваемым в краже строительных инструментов. С места происшествия Валентин Борозняк и Андрей Алферов.